Радио 54 В Бразилии был самый лучший Новый год Самый лучший Новый год Поподробнее, пожалуйста Когда он у них происходит? Он у них происходит, ну как у нас 31 декабря, да, все как в баню они не ходят, правда В общем, смотрите, у них такая замечательная традиция, на мой взгляд, мне очень это понравилось Они обязательно все в Новый год одевают белые вещи Это должна быть новая вещь То есть такой sensation white, да? Это должно принести удачу в следующем году Да, ну то есть как бы вообще желательно, чтобы все было белое Это там больше удачи, значит Но если ты там как-то не сильно белый цвет любишь Можно там, ну что-то должно быть обязательно белое И обязательно новое Чтобы было новое в новом году и удача была в новом году Вот это мне очень понравилось Мы встречали Новый год на пляже Это Бузиос недалеко от Рио-де-Жанейро Ну как, относительно недалеко, это городок такой Не сильно большой И вот на пляже, представляете, вот... Все в белом купальниках Все в белом, да Не в купальниках Что-то было, кстати, не сильно жарко Да, ну вроде это в них лето считается там Ну как-то, ну, не в купальниках Ну, поначалу Потом уже в купальниках Потом уже, да, потом уже все было То есть все в белом Это так красиво смотрится Мне так понравилось Там фейерверки, вот это вот все Какие-то есть у них традиции? Да, у них есть Кроме белого У них есть одна очень классная традиция Которая я была в восторге Я сначала не поняла, что же они вот там куранты бьют Или после курантов, я уже думаю Я тоже шампанское там много было Да, понятно Плохо там порядок уже помню Ну, в общем, в какой-то момент этого всего празднования Они все почему Я встречалась с бразильцами Новый год У меня подруга русская Она замужем за бразильцем И вот мы с их друзьями Все вместе там на вилле встречали То есть как к истинные бразильцы Вот И в какой-то момент они все полезли в воду, в океан И стали прыгать через волны Там нужно было Мы тоже там с подругой что-то прыгаем, прыгаем Ну, весело А оказалось, что это все с определенной целью делалось Нужно было через каждый прыжок Загадывать какое-то желание А, прикольно Мы пропрыгали Это когда куранты бьют Без желаний Нет? Это, по-моему Что-то у меня такое ощущение, что после курантов После? Там уже как-то, да, ослабление Ага Вообще, наверное, с курантами логичнее Логичнее было бы, да Почему-то семь раз Ну, в общем, вот По-моему, после курантов мы это все делали И мы с ней ничего не загадали Мы такие А можно еще раз? А бразильцы, они очень такие легкие в этом смысле Говорят, конечно Да весь год прыгай на такие волнования Мы пошли Так вот, очень классная такая у них традиция А как они готовятся к Новому году? Так же в гипермаркет ночью, да Вот красная икра, шампанское Там все к оливье собрать Горошек А вы знаете, что очень понравилось? Это был такой расслабленный Новый год В том смысле, что, ну, вот Я не знаю, как вы У меня в семье все время Мы там оливье строгаем Там что-то какую-то шубу готовим Там вот это все Весь день, короче, готовишь Устал Ветром Вечером уже такой сел Уже как бы, ну, поесть Уже ничего не надо В день они не петь не свистеть, да А у них как-то так спокойно Там что-то салатик какой-то приготовил Там кто-то одно, кто-то другое В общем, не напрягаясь Совершенно мы там что-то Прям, ну, легкие закуски Посидели, поели Пошли на пляже, потанцевали Там еще музыка Вот это, в общем, как-то все так Ну, может, потому что все-таки вы на пляже Да А мы тут в этих сугробах Хоть поесть нормально Готовим, строгаем Ну, как-то, в общем Ну, в общем, как-то у них просто это все То есть, ну, по еде вообще не заморачивались Вообще не заморачивались Как-то потанцевать, в основном пообщаться У нас, потому что у русских считается Что чем ломится больше стол Тем такой же будет Новый год А у них главный отдел А у них главная белая Белая одежда, отдел, все будет хорошо Поэтому не заморачивались Поэтому, как бы, да Ну, и если бы я имела возможность Выйти из дома и попасть на пляж Я бы тоже не заморачивалась На, в принципе, акции Я с вами согласна Ну, а Дед Мороз, Снегурочка Кто приходит? Никто не приходит У них же там другие какие-то герои Всякие Дракон какой-нибудь, я не знаю Знаете, у них есть Ну, у них Рождество Куклы вудута какие-нибудь Рождество Тут важное такое замечание Я просто Как бы, у них считается Подарки, вот они на Новый год Не дарят Не дарят, да? На Рождество все Это же католическая страна В Бразилии очень католическая страна Верующая В общем, у них 25-го У них Рождество Это семейный праздник Это когда ты там Под елку подарки Там Дед Мороз По-моему, у них Как-то особо вот Нету вот этого всего Но в торговых центрах сидит там Дед Мороз Санта-Клаус С которым все дети фотографируются Там в Инстаграм Потом выкладывают Вот это все Вот, и соответственно Подарки все На Рождество На Новый год Это, знаете, это как потусить Просто с друзьями Там отметить шампанским Надеть белые одежды Пойти на пряжку И на карнавал Или нет? Карнавал Это у нас уже Знаете, мне что понравилось Бразилия У них, в принципе, любой праздник Напоминает карнавал В каком-то смысле Я была на карнавале Это замечательно Совершенно В Рио-де-Жанейро Это просто Как вы добирались вообще? Мы вот Совсем забыли Да То есть сразу на самолете Туда, до Бразилии Ну, вообще Туда как бы Путь не близкий Ну, вот я буквально До Москвы От Москвы на самолете, да? Да Из Европы дешевле всего Я вот буквально Вчера, позавчера Там я подписана На всякие эти группы Из Рима было До Сан-Паулу 25 тысяч туда-обратно Рублей То есть лучше долететь Из Европы дешевле, да Из Европы дешевле Ну, там как-то регулярность Больше вот этих рейсов Поэтому из Новосибирска Как бы Сначала до Европы Лучше А там уже Лучше Да, лучше Вот Я-то просто путешествовала По всей Южной Америке И потом Как бы в Бразилию поехала То есть как бы Там как, смотрите Там По Бразилии Лучше путешествовать Подольше Ну, то есть Насколько вы можете Себе это позволить Потому что Туда главное долететь же Ну, самый дорогой Это перелет А там дальше уже Как-то можно на автобусах Там вот Сэкономить И растянуть время Удовольствие, скажем так Да Что ты уже там Поэтому Поэтому да Поэтому Лучше на подольше ехать Ой, карнавал Слушайте Мне повезло На самом деле С карнавалом Потому что дорого Кстати Новый год Вот эти Вот карнавал Это все Там все цены Взлетают буквально до небес Нужно там заранее бронировать В общем Скажем так На карнавал туда Я даже не планировала ехать Мне показалось Это мне не по карману Там вот хостелы Знаете Хостелы Что такое Конечно Несколько человек Спит в одной комнате Ну да С тех пор Как появился Орел и Решка Все знают Что такое хостел Да В общем Обычная цена Его где-то 10 долларов Во время карнавала 100 долларов Просто кровать Да Ты там Непонятные условия Там Это самое дешевое Я такая Ну я не готова Потрать такие деньги Да Я приехала перед карнавалом Ну атмосферу так ощутить Все Остановилась по каучсерфингу Кстати Тоже благодаря Орлу и Решке Все знают Что такое каучсерфинг Я очень люблю каучсерфинг Я много В Бразилии Кстати Замечательный каучсерфинг Хочу отметить Они очень доброжелательные Очень открытые Очень гостеприимные А вы как принимающая страна Когда-нибудь участвовали? В Новосибирске принимала Принимали Да Всегда было интересно Бразилиец у меня один Жил Тоже Ну то есть как бы Из Европы Из Америки У меня жили ребята Ну возвращаемся Да ладно Давайте про Бразилию В общем Перед карнавалом Приехала Посмотрела Думаю Боже как Уже перед карнавалом Смотрите Они начинают Вообще они любят Бразилии все праздновать Они как бы До карнавала начинают То есть Предкарнавальные Там какие-то вечеринки уже Хотелось бы отметить Вот то что мы Видим по телевизору Вот эти вот Где они проходят Там школа самбо Вот это все танцуют На самбодроме Это не самое Полуголые девушки Да Ну кто что видит Ага Ну как бы Да Это основное В общем А вот то что У нас транслирует Это как оказалось Не самое там Не самое прикольное В этом карнавале Самое интересное Там случается На улицах Рио-де-Жанейро Потому что Там у них есть Специальный график На каждой улице Там в какое-то время Блокас Так называемые Выходят Люди танцуют В костюмах Вообще Просто безумных Разных Прям Сами местные жители Там туристы К ним присоединяются Все Музыку включают Там пиво продают В общем Там такая тусовка Прям ты там танцуешь Саму Там пытаешься Что-то там как-то И в общем Прям атмосфера Знаете Такая жизнерадостности Там беззаботности Огромная дискотека Такая огромная дискотека Нон-стоп Там неделю По-моему Ничего себе Просто А они не работают В этот момент Знаете Да у них официально Выходной Карнавал Все Как же Причем я знаю Многие Уезжают Специально Мы уже не можем Уже все Каждый год Одно и то же Наверное Сдают свои За большие деньги Они сдают свои квартиры За большие деньги Уезжают в Европу Куда-нибудь И так далее А некоторые говорят Не я люблю Я остаюсь Я там все То есть такой Типа день города Но надолго Неделя города Ну послушайте Это прям И это Стоп Круглосуточно Меня что поразило У них метро Работает Во время карнавала Я про Рио-де-Жанейро говорю Я в других городах Во время карнавала Не помню Не знаю Как в других городах Круглосуточно работает То есть Ну реально В любое время Дня и суток Кто-то где-то Танцует И пляшет И в метро Заходишь Пошел за хлебом Такой Пришел через неделю Да Да Слушайте Я такой Кайф поймала Ну прям Ну это очень здорово Ты заходишь в метро А там Почему-то Каждый раз Каждый раз Когда я ехала в метро На карнавал Там за хлебом Куда угодно Все время Был какой-то Переодетый Женщина Бразилец Который танцевал Там вот с этим Спорочным шестом Там типа Ай-на-не-на-не Я такая думаю Боже мой Это Бразилия То есть мужчина Переодетых Женщину Их много Очень много Там во время Карнавала Такое чувство Что большинство Переодетых Вот это Мужчина Ну как бы Это надо Почувствовать Ребята И тут Надо как бы Сказать о том Что Бразилия Небезопасный город А Вот именно в этот момент Ты хочешь это сказать Небезопасная страна Знаете Во время карнавала Безопасный Потому что все веселятся Всем некогда Заниматься Ну что Во время карнавала Могут у тебя Только украсть телефон Наверное Потому что там Толпа вот эта Все таки Там много народ Трутся Трутся все Ну да Там что-то там Как-то так Случайно И нету Да Просто я вот Со многими А там еще Что интересно Одному-то неинтересно Ты там знакомишься Легко просто Со всеми Там все друзья Там все замечательно На каком они там Говорят языке Они говорят на португальском языке А вы знаете Я знаю португальский Я его специально выучила Да Кстати Вот как раз Когда встречала Новый год Со своими друзьями Бразильцами У меня такое было Полное погружение В языковую Я на тот момент Уже знала испанский И хотела выучить португальский А они похожи И как бы это легко В принципе на базе Вот И они только на португальском Естественно Они говорили Многие на английском В принципе кстати говоря В Бразилии Многие люди говорят На По-английски В больших городах В Рио-де-Жанейро И в Сан-Паулу Образованные люди Но если ты говоришь На португальском У тебя сразу преимущества Перед тобой Там открываются все двери Они такие А ты говоришь по-португальски Бонусы Кэшбэк Сразу Да Дешевле Да Торговаться Вот это все Это как бы Это просто Замечательно А как по-португальски Будет с наступающим Новым годом А с наступающим Не знаю С наступающим Они не поздравляют Я просто говорю Всегда Фелиза Нового Это вот Просто Новым годом Они как-то заранее Не заморачиваются Они вот люди Прям Они кстати Всегда еще опаздывают А доброе утро Доброе утро А слушайте Вы меня Я забыла Португальский Потому что я давно Не говорила Надо снова ехать В Бразилию Да 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 Вы меня прям Вот сейчас поймали За хвост И замотивировали На следующую поездку Да 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 Я сейчас вот реклама Будет я вспомню А реклама больше не будет Ну все Значит не вспомнишь Ну Бомджи я вспомнил Боже мой Что вы же меня У меня там Я просто Другое хотела рассказать Тут иногда по-русски Ты забываешь У меня замкнуло У меня сразу Испанский Как же там будет Все бомджи Причем акценты разные У них в разных Местах страны Они с разными акцентами Говорят То есть с собой Лучше не брать телефон Не брать Большую сумму денег Да Не почему Телефон можно брать Но его как бы нужно Вы понимаете Они его потеряли Или как бы Потому что они Там были уже никакие Ну как сказать Ну как Новый год Все все понимают Да 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 То есть это их косяк Грубо говоря Это не то что там У меня все Я все У меня все было с собой Я все У меня все Если ты будителен То тебя не обдарут Я вообще не пила Кстати во время Карнавала Как это ни странно Это было не нужно Я была вот на эйфории Какое-то там Вот Да мы А мы это чувствуем Да Мы это чувствуем Я восторгивала Благодарна передача Благодарны слушатели Мы желаем вам удачи Спасибо что пришли Спасибо что пришли Ну как всегда Ну как всегда Очень интересно И не хочется вас отпускать Весело Столько эмоций Столько настроения И хочется еще спрашивать И говорить И говорить Нам не хватает никогда Времени Но вы обещали историю Я хочу чтобы она прозвучала В общем история Произошла во время Чемпионата мира по футболу На котором я тоже была У меня есть подруга Очень хорошая Русская Она замужем за бразильцем Живет уже давно В Бразилии В Сан-Паулу И у нее много друзей В общем Одна из ее подруг Которая живет в Сантосе Это городок В пригороде Сан-Паулу На побережье Она ей как-то звонит И говорит Динара Помоги пожалуйста Она стоматологом Вот ее подруга работает Помоги пожалуйста К нам в клинику Пришел старичок какой-то Похожий русский Мы не понимаем вообще Что ему нужно Она говорит Ну не вопрос Перейду Оказалось знаете что Оказалось Вот этот вот Старичок В возрасте Уже он приехал Подержать сборную России Все сходил На какие-то матчи И поехал окунуться в море Занырнул В общем он В этот Атлантический океан Вынырнул А челюсти вставной нету И он Видняга Побежал Там смотрит Там зуб нарисован Он забежал Что-то пытается Объяснить Там что ему Они его вообще Не понимают В общем Вот так вот Слушайте Ну я не знаю Как там это все было Показать Игра к раконилу Просто да Ну как бы И смех и грех Как говорится Перевела Все перевела Потом все нормально Человека Ему изготовили Там это все Он попробовал Бразильскую кухню Ну поголодал Какое-то время Все хорошо закончилось Все живы Все замечательно Класс Юлия Усманова Спасибо большое Приходите еще Приходите еще